Всем доброе утро! Мы снова с вами. Моя любимая жена Мариша, а Виталичка красотка. И мы сегодня приехали в одно очень экзотическое и прикольное место. Оно называется парк Утопия, который находится на территории Кибуца-Бахан. Этот парк очень красивый, очень экзотический и занимает целых 40 тысяч квадратных метров. Давайте пойдем купим билеты и начнем нашу прогулку. Поехали! Итак, мы заходим на территорию парка. Вернее, перед территорией есть вот такой вот аквариум. Вот такой вот вход. А, здесь магазин с цветами. А Виталичка с Мариной уже выбирают, чтобы купить. Да, вот такие вот цветочки. Это этажевые. Вот такой вот магазинчик на входе. А мы все-таки хотим попасть в парк. Я уже вижу его на горизонте. Идемте, купим билетики и пойдем гулять. Эта приятная девушка продала нам билетики. И у нас получилось 207 шекелей на троих. 69 шекелей на человека. Здесь также есть вот такая вот кафешка со всякими вкусняшками. А где вход? Да, Крисан? Ну все, давайте пойдем. Мариночка дает билетики. И мне тоже вот такую печатать. Окей. Итак, мы заходим вот в такую пещеру. Где на потолках находятся вот такие вот мыши, пауки. И выходим именно на территорию этого парка. Здесь тоже все очень красиво освещено. Такой вот искусственный грудь. Вот такой вот тропический уголок на земле. Вот такие орхидеи нас встречают. Такой водопад. Место фантастически красивое. Куда пойдем? Направо или налево? Куда проходят? Посмотри, как... Вот такой водопад льется сверху, прямо на головы людей. Думал, что здесь здорово, но до такой степени. Малиша фотографируется с Виталичкой. Даже не очень хочется поговорить, потому что безумная красота. Вот такой вот павильон. Ландшафтные дизайнеры очень постарались. Я немножко в шоке, потому что такого я не ожидал. Огромное количество всяких растений. Каждый сантиметр – это какой-то отдельный шедевр. И везде орхидеи. — Как завалители? КакHuh? — Стараюсь. Как diminished колен и быстро оценить. Везде орхидеи, наверное, — Марина сказала, что я как-то оказался на выходе, поэтому мы идем гулять дальше. А Виталечка, иди посмотри, какой ручеек. Вот такой ручеек красивый. По ощущениям, что мы находимся где-то в джунглях Таиланда. Вот такой папоротник. Здесь еще какой-то бит орхидей. Я вообще-то вообще не ботаник, но красоту люблю, особенно такую. Сейчас мы вот на эту красоту посмотрим с высоты. Там такой мост, водопад. Внизу рыбки плавают кои. У их много. И черепахи. Надюша в цветочках такая красивая идет. Я иду. Идем туда посмотрим. Я вообще здесь иду и не могу остановиться, понимаешь? Потому что каждое место это шедевр. Вот такие лианы спускаются по этим деревьям. Это итальяне? Конечно итальяне. Не хватает столько бегающих обезьянок. Марин, какое у тебя ощущение? Как будто мы где-то вот в джунглях. Да, вот такие лопухи. На самый верхний этаж. А потом пойдем к животным. Сейчас мы поднимемся на верхний этаж. Здесь не жарко, да? Здесь влажно. Я тебе говорю, какой-то Таиланд. Ой, я думал это живые попугайчики. Ой, там живые, там живые, а вы так говорите. И что поражает это количество орхидей или одна? Не видно, чтобы было немножко вялое или какая-то несвежая. Они все какие-то вот такие вот здоровые. Здесь говорят, что есть какие-то орхидеи, которые стоят пять тысяч долларов, они шекелей. Но где они, я не знаю. Там вольер с попугаями. Сейчас мы подойдем к нему. А, там много птиц разных. Вот такие огромные попугая здесь сидят. Это Ари. Вот даже написано. Ара. Это такой у тебя был? У меня такого никогда не было. У меня был коктейльчик. А, говорящий. Да. Посмотри какой. Это кокаду. Он огромный. Ара. А, это кокаду, да. Ара, вот этот вот Ара. Посмотри, вон он. А белый это кокаду. Жалко, что здесь стекла такие грязные. Вон кокаду. Да, 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 да. Вот он. Сидит там. Но они действительно огромные. А, Виталь, залазь. Залазь в клетку. Марина стучит к нему. А, Виталь, нужно к цветным попугаям. А, вот еще попугай. Это тоже кокаду, только другой какой-то. Красивый. Да, парк впечатляет, конечно. Я ожидал, что здесь красиво, но до такой степени нет. Вот. Мы пошли вниз. В сторону попугаев и птичек, которые... Там, кстати, внизу птички и попугаю, с ними можно поиграть. Где? Внизу вот тут. Курочки, петушки, хохлатые. Вот такой вот петушок. Хозяин. Вот такой красавец павлин. О! О! Здесь еще один павлин. Их семейство куропаток. Это куропатки, да, Мариш? А я откуда знаю. Я только вижу, что у него какой-то нос страшный. О! Это такая порода. Это не нос страшный. А почему у него такой нос страшный? А почему у него такой нос страшный? Вот такие куропатки. Да, а что это за нос такой страшный? Я не знаю, а вот иду к нему. Здесь еще один хохлатый петух. А он павлинчик. Здесь тоже вот такая птичка. Что прикольно, что они вообще не боятся людей. Ходят себе, живут своей жизнью. А Виталь зацепила петуха огромного. Сейчас он ее клюнет, и я не удивлюсь. А Виталь, он тебя послал. Здесь такой тоже расфуфыренный петух. За курочкой ходит, ухаживает. Целая жизнь. Не, ну тот петух, конечно, ой-ой-ой. А Виталь ему понравился. А Виталь ему вообще не понравился. А Виталь ему вообще не понравился. Оно еще склевать будет. И вот такие попугайчики. Поющие. Вот такой роскошный петух. Мы его потихонечку снимем. И он вот здесь еще, вот такой у меня попугайчик был, коктейльчик. Белый? Да. Не, не белый, желтенький. Идемте туда, там тоже. Это что? Нет, это не коктейльчик. Ой, какой голубой красивый. Вау! Да, вот этот вот голубой, как раз очень красивый у попугая. Вот столик. Обалденный. Все сделано действительно со вкусом. Дизайн обалденный. Да. Вот написано тоже, какая орхидея, что. Я, конечно, совсем не ботаник. Вот такие вот, ух, какие растения. Искусственное озеро с кувшинками. О, кувшинки. Да, это кувшинки. Здесь еще. Уверен, что там плавают какие-то рыбки. Я думаю, что не только рыбки. Сейчас мы найдем обязательно. И лягушки, да? Угу. И лягушки тоже здесь могут быть? Это цветища, они любят. Это да. А Виталь сказала, что лягушки любят такие цветы. Они на них сидят, как заревные лягушки. О, наконец-то я нашел подвявшие цветочки. Я не понял, а ты все это время искал подвявшие цветочки? Потому что все очень ухожено, все очень красиво. Поэтому они где-то в сторонах. Посмотри, какие цветочки растут здесь. Здесь такой фонтанчик. А я там нашла гадского утенка. Кого? Гадского утенка. А, утенок. А там гоупро такая, видишь? Где? Вон, на трубе. Вся в иле. Вон. Вон там. А, да, точно, упала. Это не упала. Это гоупро. Кто-то прицепил и, по-моему, забыл про нее. А она что, в воде вот так вот может снимать? Она снимает в воде. Ну, ну, как бы... У меня нет ответа на этот вопрос. И вот такая уточка. А, Виталь, только не прыгай к уточке, пожалуйста. Это гадкий утенок. Это не гадкий утенок. Это красавец. А, вон рыбки, видишь, плавают? Очень много рыбок, да. Это кои, да. Да, такой большой. Такой, одна рыбка будет обалдеть. Да, Марина. Знает, что говорит. Это кои. Вон еще уточки. Ей надо еще, как минимум, не стыкать. Посмотри, вон одна уточка, вторая уточка, еще кои. Вау, какие огромные орхидеи. Посмотри, Марин, в рост. Иди встань, я хочу посмотреть, какой размер у них. Вот такие вот огромные орхидеи здесь. С ума сойти. А те еще выше. Они с обитали на ворот. Интересно, какие орхидеи стоят 5 тысяч долларов. Я думаю, что стоят. Я точно знаю, что здесь есть такие. Ну, даже не у кого спросить. Марина в очередной раз фотографирует. Это Виталичку. Звезду нашу. Здесь тоже вот такие красивые цветы. Беспалятия, как они называются. Но очень красивые. Вот такой кадр у нас получается. Что ну? Не разговаривай. Наконец-то у нас с мамой есть общая фотография. Ух ты! А еще одну сделай без камеры. Без камеры. Мы вышли из павильона. Это был первый павильон, который мы посетили. Не знаю, есть ли здесь или нет еще павильоны. А вот этот лабиринт. И вышли в парк, где нас окружают вот такие вот красивые лианы, растения. И мы пойдем гулять по ним. О, и здесь еще есть озеро. Давайте я разверну камеру и покажу вам его. Марина говорит, что есть там лабиринт. Но до лабиринта мы еще не дошли. Потому что есть еще много чего, я надеюсь, посмотреть, кроме лабиринта. Вот такое вот здесь озеро. И мы к нему подходим. Тут черепашки и рыбы, наверху лабиринт. Пойдем к черепашкам и рыбам. Там играет красивая музыка. Она вдохновляет на прогулку по этому парку. А здесь вот есть вход туда, вот именно по этому мостику. Пейзажи такие красивые. Только немножко как-то здесь все запущено, особенно в той стороне. Ох ты, сколько кактусов. А, здесь есть зверинец. Ай да, это гиватокактус им написано. Сюда мы сейчас пойдем после зверинца. А мы заходим туда, где есть животные. О, козлики какие. Естественно, где животные, там а Виталечка. А Виталь, скажи мне, кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ветеринар. А погромче можно? Ветеринар. Она хочет быть ветеринаром. Вот такие козлики. Кушают себе травку. Им хорошо, вот пошли драться. А там вот такой вот беленький. Беленький козлик жует травку в тени. Вот такой вот цветной козел. Смотри, какой цветной. Очень красивая порода. Посмотри, как он выглядывает из-за домика. Вот так вот, да. Ах, какой красавчик. Сейчас я его попробую приблизить. Сейчас козел будет драться с камерой. Опа. Смотри, что меня съел. Ха-ха-ха. Прикольно. Иди ко мне. Иди ко мне. Козлу понравилась камера. И он очень хорошо позирует. А Виталь приучила другого козлика. Он идет за ней. Посмотри, приучила. Все, он пошел домой. Ему жарко, Виталечка. А Виталь, а этот дался погладить. А здесь три козлика такие. Вот такой бамбук здесь растет. Запахи очень непривычные нам. Именно тропический. Запах тропического леса такого. Вот старинный огромный. Кактус уже, по-моему, без волос. Здесь тоже вот такие вот кактусы цветущие. Посмотри, как красиво. Вау. И здесь тоже огромные такие. Это кактусовый лес такой. А мы идем в тени беседки. И все это рассматриваем. Посмотри, еще один кактус. Целый кактусовый пар. Смотри. Цветут. Цветут. Вон внизу. Вон там кактусы, которые уже цветочки распустились. Это тоже редкое явление. Я не ботаник, но что-то знаю. А здесь вот такие вот красивые цветы. А? Малалойка? Малалойка такая. Да. Это? Да. Называется Малалойка. Так написали. Малалойка. Сегодня очень жаркая погода, но вот эта вот тень, вот эта вот красота, она совершенно сбивает вот это ощущение тяжести в организме от жары. Малалойка. Мне, допустим, очень легко ходить и смотреть и гулять. Тебе как, Мариш? Нет. Вот такой парк. Мариш, тебе тяжело гулять? Нет, я хорошо очень. Марине мне тяжело тоже гулять, потому что действительно все располагает в прогулке. Что это? Франская мята. Что? Франская мята написала. Марина нашла мяту. Дай понюхать. Оно пахнет? Да. В общем, с такой мятой сделать чай, это вообще фон. Барина, все, перестань. Все, только сказал чай, мята Все, сейчас будет полная сумка мяты Нет, ты уверена? Когда-нибудь я вам расскажу Историю про кактусы И марину А вон тебе перчик, хочешь? Нет, я ничего не хочу Вон там сухие перчики О, посмотрите, здесь Полно всяких перчиков Они острые, да? Они острые-острые Хочешь такое здесь? Нет, спасибо Марин, не бери в руки Потому что потом О, давай, скушай один А сейчас аттракцион Марина кушает перчик Вот эти фонтаны, которые музыкальные Видишь? А где музыка? Сейчас будет Вот такие музыкальные фонтаны здесь Музыка, ты не слышишь, играет? Очень красивое зрелище Наверное, вечером стану еще и цветной Не думаю, что оно вечером Здесь в 5 часов закрывается Вот такие фонтаны А, так это отсюда? Да А вон, посмотри Там тоже есть теплицы Наверное, там тоже что-то есть А, это там наверху Смотровая площадка На эти фонтаны Здесь вот такой живой уголок Где настоящие попугаи Да, маме, да О, Мариша подобрала попугаи Бегом домой, бегом домой Мариш, посмотри, какой красавчик Иди сюда, иди ко мне Дай мне его, мы бы секунду Я сфотографируюсь А, сфотографируй, Виталь Марина с попугаем А вон, посмотри, какой огромный Иди ко мне, иди сюда О, ты мой красавчик такой, да Вот мы с попугаем знакомимся, да Ты хороший попугай Ты умная птичка, да Такая умная птичка Очень красивая, да Мариш, посмотри, какой у меня попугай Посмотри, какой у меня Вау, а у Марина вообще Не попугай, а какой-то звери огромный Все, Марина Поехали быстро домой Поехали быстро домой Ты мой попугай, да Вот попугай идет ко мне на плечо И так, у меня ручной попугай О, Мариша нового чувака зацепила Уже белого, смотри, что он тебя не обосрал Блондина Блондинка Маринка с блондинкой Он бедненький это Он ободрал себя немножко На моем На мой маму Иди ко мне, иди ко мне О, ты мой красавчик Такой, вот он сразу прибежал ко мне на плечо Блондина не отжала А Марина тут же его у меня отжала Блондина не отжала Вот такая жена Свободу попугаем Слышишь, он говорит чего-то Подожди Он кусает больно Вот так Марина попала Конечно, да, ты такой красавчик Ты такой красавчик, да Что ты акаешь мне, что ты мне акаешь Вот, Марина с двумя попугаями Иди ко мне, иди ко мне Да, да, ты такой молодец Что ты кричишь? Ты на меня ругаешься? Этот попугай очень добрый, кстати Да, ты добрый попугай Ты хороший Зато он разговаривает Да, да, да Шалюм, шалюм Шалюм, хавер Что ты а? Возьми его Что а? Хочешь ко Виталь пойти? Поставь руку, он тебе придет Уйди, он сказал Оп Все А Виталь позабирал от всех попугаях Ах, мать на всех А, Виталь? А, а, а Иди ко мне, иди ко мне Да, ты такой умничка Ты такой умничка Ты хороший попугай Ты хороший попугай Ну, без этого Да, да, да Что ты мне рассказываешь? Что? Я тебя не понял Он со мной А, а, а Он говорит, а, а, а Я купил Марину Так ей и надо Свободу попугаем Скажи Да, свободу попугаем Всех попугаем в джунгли В джунгли Только в джунгли, да Ты хочешь сюда пойти? Иди, мой хороший Он пить хочет Ему жарко Да А сейчас мы заходим Вот в такую беседку И через нее Пойдем в сторону лабиринта Здесь, оказывается, есть какие-то лабиринты Которые Марина хочет зайти И надеюсь выйти Все, в таких вот цветах Я просто не могу оторвать глаз от них Я бы здесь жила Посмотри, какие цветочки У нас возле дома такие растут Зая, давай построим здесь палатку Будем здесь жить Да А вот здесь Те кактусы, которые мы шли С той стороны снимали Вот мы сейчас идем внизу Да, Малес Абрис здесь тоже Давайте мы будем вспоминать А про Сабрис у меня есть хорошая история Мы ее не расскажем У меня тоже Мы никому не расскажем Которую мы умолчим пока Но я обязательно ее должен буду рассказать Мне здесь определенно нравится Там мы были Ой, как красиво здесь Посмотри, Байлин Тебе очень идет Сниматься на таких фонах Так же, как и Авито Не закупаться тут Не купайся Я говорю сниматься, а не купаться Пошли Написано тебе не закупаться Спасибо, Авито Я, конечно, выживший из ума Но не до такой степени Что ты смеешься? Ты меня подколола Да Нельзя купаться Оказывается, там нельзя купаться Спасибо тебе, Авито За то, что ты меня просветила А, Витал, видишь бамбук? Его нельзя грызть О, посмотри Кукулень написано Кукулень Кукулень 10-10-11-10-18-го года Кто-то приехал из Теря Кукулень И написал Здесь был Вася Село Кукуевка До сих пор человек не может забыть этих ощущений Село Кукуевка? Что моя любовь? Олег, мы сейчас идем в лабиринт Давай мы там Авитотар оставим Проверим, как она дойдет без GPS А Витал без GPS Из GPS не дойдет Сначала она должна понять, что такое GPS GPS я не понимаю Ребенок, которому технологии совершенно по барабану И это круто А наверху что? А наверху пойдемте наверх Пойдемте наверх Вот здесь еще оказывается есть один этаж Мы заходим в лабиринт, по-моему Я не знаю, куда мы заходим Да, это лабиринт, пошли И мы идем в лабиринт Включайте вы Вот по такой лесенке Я лично не боюсь лабиринтов А вот Марина Итак, очередное включение Прошла неделя Я вернулся и нашел Марину Опа, а куда идти? Направо или нет? Направо? Конечно, направо Марина, все дороги ведут направо А тут тоже направо или нет? Вау Что-то я не понял Походу мы попали Так и да, походу Так и да, походу мы попали Прямое включение Марина заблудилась в лабиринте А я не знаю, куда идти Я иду все время направо Лучше всего для того Лучше всего для того, чтобы возвратиться А Виталь не туда Идем за Виталь, ну Мы же забудаемся Идти за Виталь Марина, идти за Виталь Это, наверное, лучше, чем идти за Мариной А Виталь, ты где? А Виталь, ты что? Вон она туда побежала Итак, через две недели Похождений А Виталь Все-таки нашла выход Ес! Да А как ты догадалась? А Виталь Я уже думал Что придется спасателей вызывать А тут оказывается Вот ребенок, который Совершенно не знаком с технологиями Компьютер у него Только для того, чтобы играть в Тетрис Вывела нас Из этого ужасного Лабиринта А Марина точно Две недели бы здесь ходила Насколько я знаю Марину А вот ты шла направо все время Не, подожди Это еще не выход Это выход Это я уже не знаю Что Здесь какая-то белая дорожка Обычно красные дорожки Олег, я как честная супруга Шла только направо А Виталь пошла налево Значит, это нечестный ребенок Она пошла налево Вот, пожалуйста Пошла налево Пошла правильно Пошла налево Пошла правильно Налево пойдешь Не туда зайдешь Направо пойдешь Ой, не знаю, что найдешь Есть вывод, что надо ходить налево? Не, ну Походу я не знаю Мы выходим или не выходим Куда мы уходим? Это тоже мобок Не, это тоже самое Это тоже мобок Да ладно И только я смог найти выход Все мы были свидетелями этого С этого жуткого лабиринта Все думали, что это Виталь Оказывается, это я Вот так вот Вот он выход Вот он выход Наконец-то мы увидели родину Идем на это, посидим там Посмотрим на фонтанчик Марина хочет пойти посмотреть фонтанчик Пойдем пойти Со смотровой площадки В контровом свете И я не против Потому что посидеть я всегда сзади Для меня лучшая прогулка Это посидеть Вот И не только у тебя И не только у меня Виталь тоже Одного поля ягодки А у Марины покушать вкусно? А Марина покушает И дай Вот кому что А Марине дай поесть Она голодная Она всегда голодная, Виталь Она не просто голодная Она всегда голодная Итак, мы выходим на смотровую площадку Где играет музыка И фонтаны Вот, пожалуйста Сейчас я вам разверну И покажу эту красоту Мы ее снимали оттуда А сейчас мы ее снимаем здесь Мне не хватает здесь одного Крокодилов И тогда полное ощущение джунглей У нас Пока Виталь смотрит цветочки Она не захотела делать с нами Небольшой перерывчик Мы здесь пошли Купили кофейку себе холодного Марина купила себе какую-то булочку И отдыхаем Чтобы вы поняли Как жарко здесь Посмотрите на мои плечи Я весь мокрый Но это Не мешает мне все равно Получать удовольствие От нашей прогулки Да, Мариш? Здесь кайфово Здесь реально кайфово Единственное, что Это, конечно, не сезон Чтобы здесь гулять Потому что, ну, жарковато Но все равно Посмотреть, погулять По этому месту Оно стоит того А когда сезон? Когда будет немножко прохладно И когда будет Более-не-менее хорошо Да? Мы пьем кофеек Пойдем еще немножко Сделаем кружок А может и не будем Посмотрим, как будет настроение Дождемся Виталечку И будем направляться Уже в сторону дома Пока мы пили кофе И Виталь гуляла Потом она вернулась И сказала Идите гулять дальше А я останусь отдыхать Я оставил свой рюкзак И мы пошли искать Тот цветок, который ест мух Прожорливый цветок Не знаю, где он находится Но надеюсь, мы его все-таки Сегодня найдем Увидим И заснимем А до сопона Сказала Куда-то идти до конца Но мы здесь были Может быть это там? Где? Марина вроде бы увидела Нет, это не те цветы Сейчас мы найдем Этот цветок Идем туда посмотрим И где этот цветок Который кушает мух Может быть здесь? Наверное, не суждено Нам найти этого цветочка Заблудились в джунглях Куда идем мы с питочком Сами не знаем куда Наверное, это самый популярный цветок На этой клумбе В общем, мухи съели цветы Мы уже здесь были И никак не думали Что это они Если ты упадешь в эти цветы То у них какие-то очень сильные яды Которые Которые закрывают Очень опасные ядовитые цветы Мы их снимали И даже не думали Что они такие А там что? Поэтому они завязчие Их боятся А вот же они Вот, вот эти вот цветочки Кушают мух Вот они Вот эти цветочки Кушают мух Питаются мухами Наконец-то мы их нашли Вот эти цветочки Все, значит мы здесь Были не зря Да, да, да И вон там они тоже Вот посмотри А это сарафот Это которые это Они Если ты упадешь Они тебя Вот эти цветочки Тоже они кушают мух Нет, это если ты упадешь То тебя ужалят А, и они тебя укусят Да Это жалящие Вау А я сказал, что я нашел Какие-то Наконец-то нашел Какие-то цветы Которые вялые Хочешь домой такой Оказывается Они падальщики Но вот этот вот цветок Я его в этом В этом В какой-то передаче Даже видел В каких-то джунглях Нет, вот этот вот Вот именно эти цветы Насекомые заползают И они закрывают Как зубы Вот эти вот А если я палец засуну, Он тоже закроется Ну, попробуй Вот это самое ядовитое место В этом парке Итак, мы закончили нашу прогулку По этому прекрасному месту Все было К месту Замечательно Здорово Мы увидели много чего Нового Что меня поразило В этом месте Это, конечно же Экзотика Эти совершенно незнакомые мне растения Которые там растут И самое главное Что я увидел Те растения Которые едят насекомых Всем большое спасибо Что вы досмотрели этот ролик до конца Мы поедем сейчас домой Отдыхать Всем хорошей недели Не забудьте подписаться на мой канал Да, Виталия? И поставить лайк И поставить лайк И еще колокольчик Не забудьте нажать на колокольчик Да И если вы это все сделаете Мы будем оценивать То будет вам счастье Всем пока Пока